Евангелие И в этом смысле, конечно, помогают раскрытию смысла Священного Писания замечательные книги духовного содержания. Этому также посвящается и проповедь в Храме. Очень важно, чтобы слова Евангелия не проходили мимо нас, мимо нашего внимания. Потому что это слова от самого Бога. Нет ничего более важного и значительного и нужного для человека, чем Божье Слово. И вот давайте подумаем о сегодняшних словах. Это история с человеком слепым, которого Господь исцелил. И спрашивают ученики, за что это ему от самого рождения слепой? Кто согрешил? Он или родители? И ученики восприняли этот страшный недуг как Божье наказание, как отвержение этого человека Божьим промыслом. А Господь отвечает, не он, не родители, но чтобы на нем явились дела Божьи. И знаем, что Господь исцеляет слепорожденного. Вот это великое явление Божьей силы свидетельствует о том, что для Бога нет ничего невозможного. И одновременно это свидетельствует о том, чтобы каждый понимал, кого посещает страдание. Страдание не должно нас разрушать, потому что над всеми нами Господь. И если кого-то Господь посещает страдания, допускает прикосновение к кому-то болезни, печали, воздыхания, то это не направлено к тому, чтобы погубить человека. Но при правильном воспринятии этой скорби направлено к тому, чтобы на нас явились дела Божьи. Вот именно поэтому святитель Иоанн Златоуст называет скорбь как бы школой любомудрия. Тем, что воспитывает в человеке любомудрие. То есть любовь к мудрости, через которую и познается милость и божественное всемогущество. Каждый из нас проходит через какие-то скорби. Мы теперь на современном языке, заимствованном не из церковного предания, а из науки, называем это стрессами. Да как ни назови, скорбь это человеческая, когда и разум, и сердце погружаются в эту стихию беды, стихию скорби. Конечно, это погружение подрывает и физическое здоровье, но очень нередко человек, проходящий через скорбь, делает из этого своего тяжелого опыта самые опасные выводы. Одни отрицают Бога, ну где же ты Бог, если я так скорблю? Другие, не отвергая Господа, ослабляются в молитве. Ну что же, просил Господа, просил, а вот и не наступило исцеление, избавление. Но очень многие, проходя через испытания, укрепляются в вере, особенно оценивая правильно и анализируя последствия этих испытаний. И если на каком-то расстоянии от самого этого переживания и испытаний человек внимательно посмотрит на то, что в прошлом привело его в состояние стресса, вот этой тяжести душевной, то может чаще всего прийти к выводу, а ведь это было не напрасно. Вот почему святитель Иоанн и называет страдания школой любомудрия, то есть обретение особой мудрости. И, наверное, это самый главный урок, который мы должны делать из того тяжелого состояния, в которое часто погружаемся, либо по состоянию своего здоровья, либо через утрату ближних, либо через какие-то житейские тяжелые обстоятельства, связанные с неудачей по работе, или с оскорбями и раздорами в семье, да перечислить просто невозможно всех причин, по которым мы часто действительно погружаемся в глубочайшую скорбь. Но вот именно когда туда погружаемся, должны помнить, что скорбь не для нашей погибели, допускается Господом, а для нашего спасения. И вспомнить слова Златоуста, что скорбь – это школа любомудрия, то есть такой мудрости, которая открывает перед нами подлинный смысл божественного замысла, в котором только любовь и забота о каждом из нас. Конечно, обычно, если вот так посмотреть на историю, но не на ту далекую, о которой мы имеем только самое общее представление, по учебникам, по каким-то художественным произведениям, а если посмотреть на историю сравнительно недавнюю, вот сегодня мы вспоминаем события страшные в истории нашего Отечества. Во-первых, тогдашний вождь Ленин принял решение о разделении Руси. Но раньше обычно враги стремились разделить единую Русь. И киевские князья, и московские князья, и цари, и императоры – все стояли на защите единства страны. А вот пришел такой господин или товарищ и одним своим розчерком ликвидировал единую страну, создав на территории России, Руси, исторической Руси, независимые государства. Но поскольку все, что они тогда делали, революционеры, было связано с неким обманом народа, вот и то, что сделал этот человек, внесло в себя обман. С одной стороны, он подписал все декреты о том, что на территории Руси создаются независимые государства. Но очень скоро от этого решения мало чего осталось. Но решение это было. Верховный правитель принял решение разрушить свою страну. И мы знаем, что последствия этого страшного решения и сегодня откликаются на судьбе всех нас, людей, живущих и в Российской Федерации, и на Украине, в Белоруссии, и в других местах. Конечно, многие свыклись, многие даже считают, что все это хорошо, сколько голов, столько умов. Но великая страна, оплот православия, сила, балансировавшая все другие силы, через эти страшные исторические решения, ослабла. Но не настолько, чтобы вообще с ней перестали считать. И поэтому сегодня мы лицом к лицу сталкиваемся с новыми проблемами, которые связаны опять с тем, что предпринимаются опасные попытки ослабить наше Отечество. Верим, что Господь не допустит по молитвам святых угодников, по молитвам всех святых, начиная от отцов Киева, Печерских, отцов во всех русских монастырях подвязавшихся, и особенно новомучеников, исповедников Церкви Русской. Верим, что по молитвам всех наших святых Господь преклонит милость свою к народу нашему, к Церкви нашей и не допустит погибели. Но сегодняшний день связан с появлением страшного декрета о так называемом изъятии церковных ценностей. Церковь была готова, патриарх Тихон был готов. Как только начался голод, было принято решение патриархам отдать определенные церковные ценности, ну, например, ризы драгоценные, с икон, для того, чтобы помочь голодающим. Но было ясно и понятно для каждого верующего человека, что священные предметы, такие как евхаристические сосуды, раки со святыми мощами не могут быть отданы, потому что все то, что последует с этими предметами, станет святотатством. Святейший патриарх со своими собратьями принимает решение помочь голодающим, в том числе и передав им значительную часть церковных ценностей. Но ведь не то нужно было властям. Им нужно было не то, чтобы церковь помолгала голодающим. Им самое главное нужно было скомпрометировать церковь в глазах людей. Вот посмотрите, у них такие богатства, они не помогают голодным. И потому вслед за этим декретом, невзирая на позицию патриарха Тихона, епископата нашего, готового отдать много из церковных ценностей для помощи, начинается принудительное изъятие ценностей, сопровождавшиеся осквернением святынь, когда мощи вытряхивались из гробниц, когда святые сосуды, на которых совершается святая Евхаристия, сваливались в одну кучу, когда все это потом либо отправлялась за границу на продажу, либо на переплавку. Вот этого не могли вынести русские православные люди. Великая скорбь была, потому что гонители, провозгласившие себя избранниками народа, несмотря на волю большинства народа, стали разрушать национальные наши святыни. Да не просто разрушать, а сколько же крови пролилось, сколько грязи было вылито на церковь, сколько было предпринято мер для того, чтобы, как говорил тогдашний правитель Ленин, чтобы в связи с этим расстрелять как можно большее количество реакционного духовенства. Вот что надо было. Я сегодня говорю об этом, потому что столетие этого страшного события. И, наверное, те, кто задумал и кто совершал это особенно варварское и жестокое гонение, думали, что ну, на этом и конец, и поставим точку, кто же после этого еще в себя придет. Но церковь доказала, что она сильна нематериальными ценностями, которые, являясь, кстати, жертвой верующих людей, всегда бережно хранились в церкви как дар людей самому Богу. Но не этим даже сильна церковь, а духом веры и способностью этим духом укреплять верующих, чтобы они могли противостоять духам злобы поднебесной. Вот сегодня такой день. И мы, конечно, не можем не скорбеть сегодня также и о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла. Не просто пропасть, а чтобы ров был выкопан подобно тем рвам, которые используют во время военной операции, чтобы враг не прошел. Глубоко убежден в том, что по велику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению подлинной цели никогда достигнуто не будет. Потому что, несмотря на любую картину, меняющую границы между государствами, церковь единого народа, вышедшего из Киевской купели Крещения, как и сам народ, несомненно, будет хранить в сердце в своем, в памяти в своем, в благочестивых обычаях своих, это великое наследие предков, идущие от князя Владимира до сего дня, которые завещали нам единую церковь. Ну а сегодня вот эти самые силы, которые выступают за некое благо кого-то из наших народов, снова выкапывают эти рвы, думая, что тем самым обеспечат счастье и благополучие. Никогда ничего подобного не происходит. Где ложь, где война, где ненависть, где попытка столкнуть людей, там не может быть и человеческого благополучия. И еще, еще раз хочу сказать, мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская Православная Церковь. Мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Ануфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Мы ко всему этому с пониманием относимся, но мы молимся о том, чтобы никакие временные внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа. И просим Господа, чтобы было так. и просим Господа, чтобы те духовные ценности, которые сформировал наш благочестивый народ под покровительством единой русской православной церкви, чтобы они, укорененные в душах и сердцах людей, сегодня принесли свой плод стояние за единство церкви и за Божью правду. Всех вас, мои дорогие, поздравляю с сегодняшним особым воскресным днем и памятуя о всех тех исторических событиях, которые произошли в прошлом и которые сегодня мы вспоминаем, памятуя о том, что враг рода человеческого и сегодня сеет семена раздоры на просторах Святой Руси будем молиться за то, чтобы Господь сохранил всех нас, все народы Руси в единстве, в благочестии, в чистоте и в силе в том числе и преодолевать прелоги вражеские. Молитвами святых угодников Божьих и в Киево-Печерской Лавре просиявших и во всех других монастырях Руси да поможет Господь Церкви нашей мужественно, мудро, со смирением, но и силой продолжать укреплять народ свой в вере, в благочестие и в чистоте. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok